На эту встречу с артистами кировчане стали занимать места заранее. Некоторые пришли за два часа до начала церемонии, другие преодолели тысячу километров, чтобы посетить обновленный фестиваль. Пока артисты готовятся к выходу, зрители в ожидании вспоминают фильмы, с героями которых мечтают познакомиться. Ольга Остраумова, Азорь здесь тихая, Женя Камелькова, красавица. Это здорово, что здесь в Кирове у нас организовали такой кинофестиваль на Семи Холмах. Это прелесть просто, мы очень рады и ждем каждый год. Мы из Челябинска. Такая возможность предоставилась увидеть известных актеров. Ларису Лужину, Светлану Крючкову. Ольгу Остраумова, Спиваковского увидеть. Ну и всех остальных. Алексей Фатеев, это очень много. Кирилл Гребенщиков, любимый вот у меня. В основном мелодрама. Раньше всех на красную дорожку вышла актриса Анастасия Денисова. В прошлом году артистка дефилировала у драмы «Вечернем платье». В этом году выходит только по работе. В руках актрисы пульт, по рации она общается с операторами. Сейчас Анастасия Денисова не актриса, а режиссер. Ну в этом году, так как мы здесь снимаем, это у нас вообще... А то мы и около ходим, потому что у нас особенная сцена. Мы хотим обязательно в нашем фильме показать... Ну я считаю, что это огромное событие для города. Прекрасный фестиваль. Я его очень полюбила в прошлом году. И мы его решили сюда интегрировать, как такое важное городское событие. Вот, поэтому мы сегодня там не успеваем пройти, а мы будем только вот тут вокруг да около бегать. Но тоже не будем рассказывать, чтобы не было спойлеров. Собственно, что такое будет. Увидите все в кино. Героями фильма стали и кировчане. Пока люди ждали артистов на красной дорожке, успели принять участие в нескольких съемочных дублях. Съемки фильма на красной дорожке только один из сюрпризов. Рассказывает художественный руководитель драмы Игорь Лысов. Мы придумали просто подарок для города. Это в прошлом году. Вы видите, как он разросся. Сейчас и кино, и журналистика, и занятые все три театра. Поэтому, конечно, это прежде всего подарок для города. Это прежде всего. Для нас это хлопоты, хлопоты, хлопоты. Это в отпускное время. Вместо того, чтобы отдыхать, мы делаем вот это. В этом году первыми по красной дорожке прошли не артисты, а журналисты. Для них это дебютный выход. Они приехали провести мастер-классы, посетить открытые и закрытые показы. Сразу после СМИ на дорожке появились артисты. Многих кировчане встречали громкими аплодисментами. По красной дорожке прошли больше 30 артистов. Среди них Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Макар Кирилл Запорожский, Максим Колосов, Ольга Остроумова. Это было только начало вечера. Большое представление продолжилось в драме. В течение этой недели кировчане будут ходить на спектакли с любимыми актерами, мастер-класс с режиссерами и журналистами. Творческие вечера пройдут в драме в Театре на Спасской филармонии. Вход на некоторые площадки будет бесплатным. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город».